Показать красоты родной земли и привлечь внимание к проблемам. Юных режиссеров, авторов видеороликов наградили по итогам творческого конкурса «Моя малая родина». Торжественная церемония прошла в Ленинградском областном государственном университете имени Пушкина. Ребята изучили серьезный пласт информации. Многие сидели в библиотеках и штудировали энциклопедии, чтобы подробно рассказать о своем родном крае. Причем география конкурса обширная. Видеоработы прислали более 200 участников из разных регионов России, а также из Беларуси, Абхазии, Иордании и Ливана. Именно через видео можно передать ту атмосферу, даже, можно сказать, переживания, эмоции, которые человек испытывает, находясь на своем месте. Почувствовать ту атмосферу, тот мотив, ту малую родину, потому что много где не побываешь. А по поводу самого важного в нашем видео, по-моему, есть там все важно, все круто и все отлично. Реплики поставлены, костюмы есть, и культурные объекты, культурное значение также присутствует. Сюжеты ребят оценивали, в том числе профессиональные режиссеры. Они отметили, что многие участники подошли к своему проекту не просто креативно, но и затронули важные проблемы, например, сохранение культурного наследия в родном регионе. Если смотреть конвенцию о правах ребенка, то написано, что каждый ребенок имеет право участвовать в общественной жизни государства. И мнение ребенка, оно должно учитываться. И не только мнение ребенка должно учитываться, но если мы приглашаем детей любого возраста для участия в различных мероприятиях, в различных конкурсах, в викторинах, мы тем самым способствуем развитию ребенка, раскрытию его талантов. Организатором конкурса видеосюжетов «Моя малая родина» выступил аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. Часть участников творческого состязания – это ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети, оставшиеся без попечения родителей.